This conference will now be recorded. 1 августа 2020 года. И частично эти изменения уже в июле начали действовать. О них я сегодня вам расскажу. Нашему центру 28 лет. В этом году исполняется 29. У нас более 1,2 млн выпускников и более 250 преподавателей. Одним из преподавателей являюсь я, Ольга Юрьевна Светлышева. Я член Национального союза кадровиков, кандидат юридических наук и сертифицированный специалист в области кадрового менеджмента. Веду курсы по управлению персоналом, кадровые курсы. Консультирую, публикуюсь, выступаю. И на сайте специалист.ру, на главной странице, там, где все наши преподаватели, есть и моя страница. Заходите, буду всегда рада. Кроме того, мы создали HR-клуб специально для наших выпускников, где обсуждаем интересные вопросы, актуальные вопросы нашей работы, касающиеся и HR, и подбора, и оценки, и кадрового делопроизводства. Поэтому приглашаем вас. Мы не только в ВКонтакте и Фейсбук, но уже и в Телеграм, и в Инстаграм. Там, где удобно, мы готовы с вами общаться. Эта презентация будет в вашем личном кабинете. Все, кто зарегистрировался сегодня, можете зайти в личный кабинет на странице группы и скачать эту презентацию. По ссылкам можете найти наш HR-клуб. Или просто набрать HR-клуб специалист, и попадете на наши страницы. Мы всегда вам рады. Там можете задавать свои вопросы, будем обсуждать то, что вас волнует. И добро пожаловать. О чем будем говорить сегодня? Сегодня мы выясним, какие же все-таки изменения произошли. В частности, мы будем, конечно, в первую очередь говорить про работодателей. Какие произошли, поскольку они уже приняты и с 1 августа вступят в действие, то будем считать уже, что это совершенное действие. И нам, как работодателям, которые работают с HeadHunter, нужно четко понимать, что же делать в этой ситуации. Я знаю, что вот у нас слушатели, которые узнали, впервые узнали о том, что грядут изменения, многие были просто в панике, потому что они посмотрели на эти изменения и решили, что это очень невыгодно для работодателя. Вот сегодня мы поговорим об этих изменениях и о том, как можно оптимизировать работу с этим сайтом, а также какие планы на ближайшее время перед собой ставит HeadHunter. И, конечно же, кроме HeadHunter есть и другие каналы, и я о них тоже вам расскажу. Ну, а то, о чем мы будем говорить, это касается нескольких наших курсов, в частности, ближайший курс, который называется «Управление командой проекта. Роли компетенции руководителя проекта». И руководители проекта очень часто, иногда с помощью HR-ов, либо самостоятельно подбирают себе персонал в проект и пользуются в том числе HeadHunter. Если вам интересно, в принципе, вот все, что касается работы с командой проекта, мы вас приглашаем на этот курс. Ближайшая группа у нас будет 11 августа по вечерам, четыре вечера подряд, со вторника по пятницу. Более подробные программы у нас есть на нашем сайте, вот здесь я ссылку тоже оставила. Приходите, будем рады вам видеть. К этому времени уже вот вы сегодня, наверное, получили нашу рассылку, что мы постепенно переходим уже на дневное обучение, и к этому времени, я думаю, мы сможем уже пригласить вас в наш комплекс. Это будет проходить в учебном комплексе Белорусско-Савеловский. Итак, с чего я хочу начать? Напишите, пожалуйста, плюс, кто работал с HeadHunter, чтобы мне понимать, насколько вы хорошо знаете этот сайт с точки зрения работодателя. Один, два, три человека, четыре, четверо работали, из 14 человек четверо, 10, видимо, нет. Хорошо, поняла. Значит, фактически изменения коснутся тех, кто является, собственно, представителем работодателя на HeadHunter. Ну, а для всех остальных сейчас мы тоже разберемся, что же там интересного на HeadHunter. А как вы думаете, напишите мне, пожалуйста, какой сайт самый популярный по посещаемости, работный сайт я имею в виду, как вы считаете? Какой самый популярный по посещаемости работный сайт? Напишите, пожалуйста, в чат. Елена считает, что HeadHunter, ее поддерживают еще один, два, три, четыре, пять человек. Пять человек поддерживает. Хорошо, хорошо. Ну, ответ действительно правильный, такой легкий вопрос, легкий ответ. В среднем, по статистике, за май 2020 года посещаемость была на HeadHunter, только вдумайтесь, 43,6 миллиона. Вот, например, ближайший конкурент HeadHunter, SuperJob, у них посещаемость за это же время 7,94 миллиона. Есть еще один сайт, который по посещаемости находится между HeadHunter и SuperJob. Как вы думаете, какой? По посещаемости второй, по посещаемости, по статистике, после HeadHunter, но перед SuperJob. LinkedIn. Да, хотелось бы сказать, что LinkedIn.com, но, к сожалению, в Российской Федерации он запрещен, и многие оттуда ушли, хотя действительно очень хороший и дельный сайт с точки зрения подбора персонала и поиска работы. Работа.ру. Работа.ру тоже хороший и знаменитый сайт. Да, согласна с вами. Но вот тот сайт, о котором я сейчас скажу, возможно, вы даже о нем и не слышали. Я сейчас его назову, а вы поставьте, пожалуйста, плюс, кто слышал об этом сайте, может быть, даже сам работал. Этот сайт официальный, на официальном сайте Роструда называется трудвсем.ру. Если вы слышали про этот сайт трудвсем.ру, поставьте, пожалуйста, плюс. Так вот, за это же время на сайте Трудвсем было 10 миллионов, 10,8 миллиона. Да, Светлана слышала и Елена слышали. Ну, вот видите, не так много. Елена тоже слышала, но не работала. Ну, вот, пожалуйста, мы еще чуть позже поговорим о разных источниках поиска. Ну, вот с точки зрения посещаемости уже несколько назвали. Так вот, почему HeadHunter такой популярный? Почему так много посещений? У них очень хорошая база данных кандидатов. Вот, обратите, пожалуйста, внимание. Их база данных ежемесячно увеличивается на десятки тысяч благодаря рекламе. Реклама у них везде. Ну, как говорится, из каждого утюга, да, слышится эта реклама. На телевидении реклама, наверняка видели. Ну, я каждый день вижу эту рекламу. Диджитал реклама, в социальных сетях реклама, партнерская сеть. Вот и пример они приводят, что после просмотра телевизионной рекламы в 2019 году было создано 830 тысяч новых резюме. Ну, конечно, речь идет не только о том, что у них база данных, у них есть еще и интересные сервисы, которыми они привлекают, в том числе и тех, кто ищет работу, кандидатов. Что изменится с 1 августа 2020 года? Во-первых, теперь будет для работодателей фиксированное количество открытий контактов, которые зависят от строка действия и доступа региона. Сейчас на примере вам покажу, в таблице покажу, как это выглядит. Второе, что будет, то есть вы оплачиваете, да, и вам будет представлено определенное количество контактов, то есть резюме, которое вы можете открыть. Дополнительные контакты можно приобрести, если вам этого недостаточно за определенный период. Вы можете это сделать, и стоимость дополнительного контакта 60 рублей. Кстати, а вот если вы считали, ну, особенно я обращаюсь к тем, кто работает с HeadHunter, сколько стоит открыть одно резюме, сколько стоит один контакт. Если вы считали, напишите, пожалуйста. А я вам сейчас скажу, сколько будет стоить. Итак, это дополнительный контакт, да. Не потраченные дополнительные контакты можно вернуть. То есть если у вас определенное количество контактов, то, предположим, тысячи контактов, да, но вы израсходовали за этот период только половину, то вторую половину вы можете вернуть. То есть не будет засчитываться. Стоимость доступов останется прежней. Про стоимость сейчас тоже расскажу. API с поиском по базе включен во все доступы длительностью от 30 дней. Раньше это было платное. И переход на новую модель, вот тоже очень важный момент, пройдет не с 1 августа. То есть если у вас заключен контракт, договор с HeadHunter до 31 декабря нынешнего года, то вы будете работать по старой модели. Он произойдет тогда, когда закончится срок вашего договора. То есть в момент пролонгации закончился, и с этого момента уже новая вот эта модель вступает в действие. Все подключенные доступы будут действовать до конца срока в том виде, в котором они действуют сейчас. Да, этот закон обратной сил не имеет, говорят юристы. Так, теперь, что касается конфигурации тарифов. Вот как это выглядит. Значит, теперь в зависимости от срока, вот 7 дней, это минимальный срок доступа, и максимальный это 365 дней, то есть год, технический лимит по количеству контактов. За 7 дней, если вы оплачиваете, вы можете открыть 420 контактов. Если вы оплачиваете за год, то вы можете открыть 9000 контактов. То есть это входит в стоимость. При этом, вы видите, как действует API, он действует только от 30 дней, если вы заключили договор на 30 дней. Да, и вот я посчитала, разделила 365, что я там разделила на 9000, да, у меня получилось, что один контакт стоит 48 рублей и 40 копеек. У меня вот такая сумма получилась, не знаю, правильно посчитала, нет, ну где-то около 50 рублей стоит один контакт. И каждый дополнительный, вы помните, стоит уже 60. Теперь 60 рублей сверх этого. Теперь перейдем непосредственно к тарифам. Вот такая таблица. Посмотрите, пожалуйста, Москва, Московская область отдельно, в зависимости от количества, да, вот. Вся Россия, кроме Москвы, Московской области, и вся Россия вместе с Москвой, Московской области. Вы видите вот эти расценки на 12 месяцев, то есть на год стоимость около, ну, не буду округлять, скажу прям 436 080 рублей. Ну, а на один день, вы видите, да, 7 дней и так далее, вот количество. Здесь написаны суммы на 7 дней, на 7 дней, тоже можете посмотреть. Но пока делать далеко таких вот идущих выводов мы не будем, потому что нам надо разобраться с тем, что такое контакт, что такое дополнительный контакт и так далее. Кстати, вот по всей России более 500 тысяч за год, за 12 месяцев. Итак, что такое контакт? Контакты – это данные из резюме. Информация под кнопкой «Открыть контакт». Что выходит, если мы открываем контакт? Фотографии, фамилии, имя, отчество, телефоны, имейл, ссылки на социальные сети, ссылки на WhatsApp, да, наверное, и Viber. Открытая информация доступна всегда. Это заработная плата, желаемая должность, описание опыта работы, образования, ключевые навыки, водительские права, знания языков, описание себе и гражданства. Это будет всегда открыто, вот за это, естественно, придется платить. Что такое трата контакта? То есть, когда, в каком случае контакт списывается, как потраченный. Трата контакта – это нажатие кнопки «Показать контакты». Это считается только уникальное открытие в рамках компании и доступа. То есть, если в вашей компании несколько менеджеров имеют доступ к контактам, то они суммируются. Допустим, 3-4 менеджера, они открывают контакты, все это в сумме идет на компании. Не считается, что не считается тратой? Открытие, просмотры и любая работа с резюме. То есть, пока мы не нажали на кнопку «Показать контакты», мы можем работать с резюме совершенно спокойно, мы их не потратили, просто изучаем эту базу. Открытие контактов в откликах на вакансию. Если вам на вашу вакансию пришло какое-то резюме, отклик, это тоже не считается тратой. Открыть, потому что человек сам хочет эти данные вам дать. Открытие контактов в подходящих резюме на вакансию до 15 штук к каждой опубликованной вакансии. Опубликовали вакансию и до 15 контактов можно открыть. Открытие контактов в резюме из папки «Хочу вас работать». Это значит, что у вас… высокий имидж работодателя и есть желающий у вас работать. Ну, так же, как подклики, да, вот фактически то же самое. Также не считается тратой повторное открытие контактов любого из менеджеров компании. Ну, допустим, я посмотрела контакт, потом через некоторое время этот же контакт хочет посмотреть руководитель или кто-то из менеджеров. Это уже считается одним контактом все равно. Контактом, то есть не считается второй тратой. период действия текущей подписки. Ну, понятно, если вы подписали на 7 дней, подписались, то в течение 7 дней, если на год, значит, в течение года. Ну, и вот здесь инфографика, вот такая таблица, да. Давайте посмотрим то, о чем мы с вами говорили. Значит, это то, что считается тратой, это то, что не считается тратой контактов, то есть то, что не списывается. Значит, тратой считается клик на кнопку «Показать контакты». Вот, на странице резюме клик «Показать контакты» из поисковой выдачи, архивных кликов более 30 дней, избранных под колечивых резюме. Также считается тратой контакта отправка приглашения, если контакты не видны, из поисковой выдачи. Также считается клик на кнопки «Ватсап» и «Вайбер», если контакты не были до этого открыты, и отправка сообщений для взаимодействия по анонимному резюме. Вот, это у нас все траток, то есть эти контакты списываются в рамках, естественно, доступа. Ну, а если количество контактов уже достигнет лимита, то следующий контакт, каждый помним, стоит 60 рублей. Можно открыть еще, но это уже будет плавно, дополнительная оплата. Ну, это вот то, что не трата. Вот, давайте посмотрим, как это выглядит. Значит, перед нами резюме. Пока мы не знаем, мы знаем, что это женщина, 25 лет, дата рождения, и где живет, и готова к переезду, готова к командировке. Кто она, видим, что она ищет, опыт работы видим. Но пока контактов нет. Если нас заинтересовало это резюме, мы кликаем на «Показать контакты», и вот с этого момента этот контакт списывается. То есть получается, что мы его потратили. Вот карточка резюме «Поиски». Посмотрите, пожалуйста. Видим, да, здесь мы можем настроить отображаемые поля при помощи фильтров, ну, выбрать то, что нам необходимо. Давайте посмотрим, как выглядит резюме до открытия контактов. Вот оно. Резюме. Вот. Мы видели с вами только первую часть. И дальше продолжение. Это обучение, где обучались, знания языков, тесты, экзамены, гражданство, ключевые навыки, обо мне, еще что-то не вижу. В общем, это считается до открытия контактов. Мы еще не нажали на эту кнопку. Как только нажали, контакт списывается. Данные о резюме и достоверности информации. Что сейчас имеется на HeadHunter? Информация, когда кандидат был онлайн, дата последнего обновления резюме, предупреждение об анонимном резюме и переписке в интерфейсе и подтверждение контактов с искателями при регистрации через мобильное устройство. Но они сейчас хотят немного изменить и новости, какие у нас скоро будут. Верификация контактов в резюме, проверка, отметка, какие контакты будут доступны после открытия. И теперь, как оптимизировать работу с этим сайтом в соответствии с этими изменениями. Ну, во-первых, нужно понимать, сколько контактов открывать. Все подряд мы уже не будем открывать, мы выбираем только те, которые нам интересны. Мы смотрим самостоятельно в разделе «Стоимость подбора», сколько там я вам показывала, в зависимости от каких-то условий определенных, мы смотрим, сколько контактов можно открыть. И если не нашли или не поняли что-то, то обращаемся к менеджеру. Вот, видите, значит, вот сайт HeadHunter, просмотры контактов в резюме, здесь вот данные, просмотры контактов в резюме, видите, и здесь инфографика, где эти данные приведены. Тестовая регистрация, техническая поддержка у нас тут. Ну, это наш работодатель, это мы, например, да. И вот мы нашли стоимость подбора. Кликаем и видим, что здесь происходит. Также в личном кабинете можно управлять тратами. Квоты и права на открытие контактов в личном кабинете. Там есть счетчик по использованным контактам. Статистика по тому, какой резюме, кто когда открывал в личном кабинете. То есть если у вас несколько менеджеров, вы можете это посмотреть. Если не только вы открываете, но кто-то еще, вы уже можете посмотреть это. Вот квоты на услуги для менеджеров. С прямым откликом, анонимные, стандартные и так далее. И возможность просмотра контактов. Вот мы видим, что здесь ограничений нет. Пожалуйста, можете просмотреть. Ну, тут какие-то, видимо, ограничения не имеются. На что еще нужно обратить внимание при работе с базой данных? Необходимо использовать только проверенные программы для работы с базой. И поскольку, как я уже сказала, API, вот этот сервис HeadHunter доступен теперь бесплатно, если вы берете длительность от 30 дней, бесплатно это входит, вы можете им пользоваться. Проверяйте актуальность менеджеров в регистрации. То есть если какой-то ваш менеджер уже уволился, он может пользоваться вашими контактами, смотрите, пожалуйста, чтобы у них не было доступа. Кто в регистрации компаний? Используйте квоты и права на трату услуг. Ну, это индивидуально с каждым, это можно с менеджером тоже обговорить все это. И, конечно же, сложные пароли. Простые пароли можно взломать, и в результате, естественно, какие-то чужие люди будут пользоваться тем, за что вы оплатили. По поводу экономии времени на автоматизацию. Что можно делать через API? Во-первых, можно работать с вакансиями и откликами. Во-вторых, можно искать по базе. В-третьих, входит во все доступы, как я уже сказала, длительностью от 30 дней без дополнительной оплаты. Нужна ли доработка вот этой системы? Можно. То есть есть такая возможность, если вы хотите пользоваться поиском по базе. Ну, и через месяц появится документация для разработчиков, а все крупные АТСы повестят о новом доступном функционале. И ближайшие планы и новые сервисы заключаются в том, что, да, вот что они хотят еще сделать. Это прозрачная статистика по стоимости подбора через HeadHunter. Это советы и рекомендации, видео, интервью, чаты, мобильные приложения. Тоже, на мой взгляд, достаточно интересно. Хотя в июле они уже, по-моему, или в мае даже запустили видеоинтервью. Да, сейчас я подскажу. Поставьте, пожалуйста, флюс, кто уже воспользовался этим сервисом, видеоинтервью. Кто воспользуется, скажите. Значит, был вопрос про API. Это способ взаимодействия HeadHunter с автоматизированными системами, например, АТС-системами. Ряд сервисов, вместо того, чтобы пользоваться программным интерфейсом, иногда сканирует эту информацию. Но вообще, это вот тот самый способ, когда вы можете свою программу через API работать с этими базами данных. Но здесь, почему они решили, раньше это было просто оплата, сейчас это обязательно, потому что есть сервисы, например, такие, как робот Вера, да, искусственный интеллект, и они просто регистрируясь как подработодателя, сканируют всю базу и пользуются ей. Иногда даже были случаи, когда продавали эту базу другим работодателям. Вот чтобы этого не было, вот сейчас, насколько я понимаю, они сейчас эту... возможность включили в оплату, и сейчас вот такая оплата будет. Вот, по поводу видеоинтервью. Я так понимаю, что никто не пользовался, но такая возможность уже есть. Еще вот чаты будут, мобильные приложения и HR-центры. И HR-центры. Что касается моих рекомендаций, значит, вот именно от меня, что я могу вам посоветовать. Дело в том, что в одной из групп Фейсбук был проведен опрос, и выяснилось, что только три работодателя из десяти, по-моему, готовы продолжать общаться и работать с HeadHunter. Остальные раздумывают. Возможно, это будет разрыв с HeadHunter, потому что изменения, ну, то есть они посчитали эффективность и считают, что трата увеличится, у организации увеличатся траты. Поэтому, что я вам рекомендую. Если вы хотите и дальше использовать HeadHunter для подбора персонала, то подробнее ознакомьтесь с изменениями. Я вам рассказала о самых последних изменениях и обязательно посчитайте, насколько вам это выгодно. Обязательно проанализируйте тот тариф, который у вас имеется. И если не сможете что-то посчитать, можете обратиться к менеджеру HeadHunter, они вам все расскажут, подскажут, может быть, у вас какие-то скидки большие или что-то еще. Но посчитайте примерно, какое количество резюме вы открываете за тот период, ну, допустим, в месяц. Вы же примерно знаете, сколько вы обрабатываете. И посмотрите тариф. Если то количество, которое вы открываете, оно входит в это количество, ну, предположим, в год вы открываете 8000 резюме, а HeadHunter вам позволяет при оплате открывать 9000. То есть у вас остается еще 1000, которые можно вернуть, да, помните. Вот. Если же вы открываете большее количество резюме, допустим, 10-11 тысяч в год, то вот эти 10-11, они будут по дополнительной оплате и вполне возможно, что это не очень выгодно. Поэтому первое, что нужно сделать, это, конечно, посчитать. Если же вы сомневаетесь в целесообразности продолжения работы с HeadHunter, то обратите внимание на другие источники подбора персонала, они имеют. И по статистике считается, что, например, массовый подбор эффективнее осуществлять через Superjob и работать.ro. Считается, что это более дешевые сайты. Обязательно проанализируйте эффективность каждого источника. Ну, для того, чтобы принять какое-то решение, нужно, конечно же, это все проанализировать. И дальше уже принимаете окончательное решение, с кем оставаться или нет. Потому что разорвать отношения можно, но, как я уже привела статистику, но она статистика одной какой-то группы, но тем не менее, одна треть все-таки для одной трети части работодателей это выгодно. И они все-таки остаются с HeadHunter. Но для остальных невыгодно. Поэтому в каждом конкретном случае, наверное, нужно это все и решать. Что касается других источников привлечения персонала, то они есть внутренние и внешние. Нужно, конечно же, работать с внутренним кадровым резервом. С одной стороны, он тоже требует усилий определенных, но практика показывает, что это даже дешевле обходится, потому что мы уже хорошо знаем этого конкретного человека. А сам подбор с прямыми и с косвенными затратами гораздо дороже. База данных, нетворкинг. Мы создаем базу данных, причем не только из тех кандидатов, с которыми мы уже пообщались, в том числе и нашли там на HeadHunter или на других работных сайтах, но и с теми, с кем мы познакомились в социальных сетях. Нетворкинг – это создание своих профессиональных связей в социальных сетях, не только. Рекомендательный рекрутмент, конечно же. Это можно сделать через своих же сотрудников, либо через социальные сети. Если вы зарегистрированы в каких-то HR-группах, например, в нашей, наш HR-клуб, вы можете задать вопрос, и я думаю, что наши коллеги вам помогут. Рекомендательный рекрутмент, кого посоветуют. Бывшие работники. Бывшие работники, которые раньше у вас работали, но сейчас обрели опыт в других компаниях. Может быть, на более высокую должность их тоже можно привлечь. И внешняя. Это внешняя реклама. Внешняя реклама достаточно дорогая, но если у вас высокий уровень текучести персонала и в основном линейный персонал, то я думаю, что внешняя реклама тоже вполне себя может окупить. Все это нужно, конечно, считать. Средства массовой информации и интернет. Средства массовой информации это газеты, телевидение, радио, и, как видите, Headhunter этим тоже пользуется для привлечения, для привлечения кандидатов в том числе. Вот. И интернет. В интернете есть также работные сайты, такие как Авито. Кстати, Авито по некоторым данным даже обходит Headhunter. в некоторых, опять же, по статистике, в некоторых, в подборе некоторых должностей. Сюда же можно, наверное, искусственный интеллект, да, робот Вера, хорошо известный многим. Есть очень интересные и отработанные приложения, такие как Headhunter, извините, пожалуйста, HuntFlow. А почему я вспомнила Headhunter? Потому что основатель этой команды, HuntFlow, он раньше работал в Headhunter, то есть это выходец из Headhunter, и он создал свою, вот эту программу, приложение замечательное. Очень рекомендую. Зайдите на официальный сайт, посмотрите. Она хороша тем, что она не привязана к какому-то определенному месту рабочему. Это действительно приложение на мобильное устройство, и можно работать и отправлять информацию всем заинтересованным лицам. Поток. Очень тоже интересное приложение, похожее, называется Поток. Так что есть, в общем-то, возможность. Кроме того, в интернете есть еще специальные группы, если мы говорим о социальных сетях, например, такие как вакансии, резюме, HR резюме, HR вакансии, или фрилансер, или какие-то еще. И с одной стороны, это совершенно бесплатно, а с другой стороны, это точечный подбор, эксклюзивный поиск можно осуществлять через них запросто. Рекламные мероприятия, конечно же, например, дни открытых дверей. Это реклама вашей организации и привлечения не только работников, но и как клиентов, если еще не знакомы. Это ярмарки вакансий, виртуальные, реальные, различные. Это дни карьеры, например, у нас послезавтра, 16 числа, будет день карьеры, тоже мы вас приглашаем. Кстати, мы планируем, что на дни карьеры у нас будет суперджок, и мы сможем посмотреть, что нового может предложить нам суперджок по сравнению с хэдхантером. И обращение к посредникам, например, кадровое агентство, кадровое агентство, рекрутинговое агентство, центры занятости, учебные заведения и высшие и среднепрофессиональные учебные заведения. То есть, как вы видите, очень много различных источников привлечения. Вот, поэтому считаем все, какой источник лучше работает, оцениваем и делаем выводы. Ну, а мы вас приглашаем на наши курсы. У нас есть курсы дипломные программы «Человечки в шляпках», ну, и есть треки. В частности, на таких курсах, менеджер по персоналу уровень 1, уровень 2, практически курс по подбору персонала, мы говорим и о подборе персонала. Поэтому, кого интересует эта тема, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. И после окончания курсов вы сможете получить либо удостоверение о повышении квалификации либо диплом по профессиональной переподготовке. Итак, ближайший курс, на котором мы будем говорить о подборе персонала, это управление командой проекта, роль и компетенции руководителя проекта. Состоится 11 августа 2020 года по вечерам 4 вечера в учебном комплексе «Белорусско-Савеловский». Подробнее на нашем сайте или по телефону можете записаться, наши менеджеры вам ответят. Ну что ж, теперь, пожалуйста, ваши вопросы. У нас осталось немного времени, и я готов ответить на те вопросы, которые у вас возникли в ходе нашего обсуждения о Headhunter, о изменениях. Либо, может быть, вы готовы поделиться каким-то ноу-хау с точки зрения каналов, привлечений персонала, но в том числе и с точки зрения Headhunter. Если вопросы есть, я пока не отвечаюсь, я готова ответить на ваши вопросы. Презентация в вашем личном кабинете, давайте я вам покажу, я уже разместила, поэтому, если вам захочется… Да, кстати, знаете, интересный момент, я вот зашла на Headhunter, замечательно, здесь есть помощь у них, видите, Headhunter.ru, помощь, и я решила, ну, просто посмотреть, какая обстановка, техподдержка онлайна, все операторы заняты, и вот я сижу и думаю, как вы думаете, вот, кстати, это вопрос к вам, может быть, у вас есть какие-то идеи, почему все операторы заняты, то есть мы можем связаться как-то иначе, но операторы заняты, вот с чем это связано, это связано с тем, что сейчас идет бум какой-то, что все люди хотят, все работодатели хотят сотрудничать с Headhunter, и поэтому звонят и уточняют, или что-то еще, Светлана считает, что просто нет операторов, но может быть, может быть и так, и мне почему-то показалось, что в связи с последними изменениями, вот народ ринулся на Headhunter и хочет получить какие-то ответы, какую-то техподдержку, но это так называется, заметки на полях, да, так, я хотела вам показать, значит, в вашем личном кабинете есть, вот, заголовок материала группы, здесь можете скачать презентацию, подробнее смотреть, и если возникнут вопросы, можете мне написать на почту, осветлышевоспециалист.ру, готова ответить на ваши вопросы. Ограничивает личное общение, общаетесь онлайн, да, может быть и так, Елена, да, спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...